как вас зовут вас микрофонтик передай скромная у многих девушек бывает такая проблема, но у меня есть, когда сомневаешься, что это тот мужчина, который сможет нести ответственность и сомневаешься, что можешь дать ему то уважение, вот такое должна женщина подавать мужчине здорово, это означает, что вы живой человек, есть объем работы, вы хотите, чтобы верить, что это Бог вам дал этого человека но есть страхи, это значит, что есть над чем работать, что такое страх, это не является чем-то вымышленным это реальная сила, которая влияет на вашу судьбу, если этот страх пересилит вашу веру, то ваш муж начнет гулять если ваша вера пересилит, то он останется честным человеком рядом с вами то есть вот через эти страхи показывается объем работы, вот вам дан такой человек в жизни не факт, что он вот такой сильно хороший, понимаете, просто он такой, какой вам положено но вы хотите говорить, Олег Геннадьевич, как сделать его хорошим? как взять силы, чтобы верить? я сейчас вам объясню, где они берутся я сажусь перед алтарем, у меня на алтаре изображение моего наставника я начинаю мысленно ему кланяться и я в поклоне прошу, пожалуйста, покажи мне, как ты веришь в своего наставника потому что Бог через сердца переходит людей от одного человека к другому и Бог живет там, где есть вера я когда чувствую, как мой наставник, вот почему он остается неженатым уже порядка сорока лет почему он постоянно возвышенно себя ведет причина его вера в своего наставника вера в молитву наставника, понимаете? я хочу узнать эту веру, я в молитве прошу, пожалуйста, дай мне почувствовать возможность твою веру когда я ее чувствую, у меня в сердце возникает сила я начинаю чувствовать, что вот это и есть победа и в этот момент моя молитва становится сильной я начинаю чувствовать силу в молитве также я понимаю, что я завишу в этом плане от старшего, от его силы она перетекает в мое сердце от него но сначала очень трудно увидеть нужно много сил приложить, чтобы увидеть но когда ты увидел, тогда уже она пришла, эта сила понимание, что это мой наставник, не мое чувство оно не от меня приходит когда человек хочет наставника в жизни любовь негаданно нагрянет когда ее совсем не ждешь и каждый вечер сразу станет так удивительно хорош и ты поешь сердце тебе не хочется покоя сердце как хорошо на свете жить понимаете, то есть оттуда приходит это знание оттуда есть сила, которая вот это счастье как бы дает тебе что это тот человек, которому ты можешь поклоняться но это приходит как сдатый экзамен сначала надо его сдать поэтому как признаки какие того человека, который сдал экзамен признаки такие человек учится получать наставления от тех, кто рядом вот допустим есть друг, который говорит, как правильно жить ты его слушаешь есть жена вот первый наставник это муж и жена но это находится это происходит на неосознанном в неосознанном состоянии наставления как муж и жена наставляют друг друга дети тоже наставляют когда в семье возникает скандал то надо внимательно слушать когда жена в слезах говорит ты скачала такая никогда меня не любил это правда это правда потому что она от сердца говорит надо слушать и потом когда она успокоится надо встать на колени и сказать скажи мне как мне тебя полюбить скажи мне нет сердца любви скажи мне как мне любить и она тогда возьмет за голову так будет гладить скажет хороший мой ты меня всегда любишь это тоже правда что правда она никогда не бывает однобокой и это правда и то правда научись видеть любую правду понятно да потом бог когда ты в семье уже принял наставление мужа и жены вот такие неосознанные в виде воплей тогда дальше бог тебе даст следующий этап наставничество ты начнешь слушать тех кто говорит с тобой на возвышенные темы таких очкариков как я допустим и будешь слушать внимательно потом будет следующий этап человек найдет свою веру потом в этой вере он начнет слушать тех кто ему говорит о Боге потом постепенно он найдет наставника себе какого-то и только потом он найдет себя духовного учителя видите длинный путь длинный путь точно так же и в отношениях с мужем потому что сначала кажется что это невозможно что все таки я не верю что я хочу верить что это мой человек но не верю по факту это означает не сдатый экзамен но когда ты его пытаешься сдавать приходит время и он тебе покажет что это твой человек покажет экзамен когда будет сдан из его сердца такая штука выйдет что ты поймешь что ты не зря с этим человеком живешь если не сможешь с этим человеком сдать семья будет разрушена вставай и опять иди в бой бог даст потом со временем другого человека и так пока не сдашь свой экзамен пока не сдашь понятно система то есть человек сам не не является вечным не то что вот я меня семья разрушена значит ней уже все это был мой человек теперь никого не будет люди меняются друг с другом один меняет другого но если я думаю что раз меняется тогда пошел вон мне другого вот это вот бог уже не любит он тебе будет за это по попе бить как он сам решит но не сразу когда человек сильно провинился перед богом бог делает обычные вещи обычно вот так все происходит два варианта или он вообще никого не дает чаще всего женский вариант женщина бросила одна остается на долг чаще всего женский вариант но иногда по другому женщина ему получается есть еще второй вариант он дает сразу и все классно и прямо все супер и Олег Геннадьевич бы не ошибался получается все классно же вот бросил и получился опа девушка моей мечты королева красоты это первая стадия обучения человек сильно привязывается он влюбляется по уши и потом она ему прощай со всех вокзалов поезда уходит дальние края а с точки зрения этой женщины пожалуйста она получит себе такого же мужика который тоже самое скажет ума ума вот и все передается все за что за то что бросил потому что она может не бросать она может переварить его вот это понимаете здесь смотрите идея в чем заключается что он тут человека с богом путают вот допустим если я сейчас вас буду вот так любить вот так вот неосознанно да это же приносит беспокойство боль вот бывает такое что человек очень сильно мучается от того что в него влюбляется всегда так вот это вот влюбленность очень сильная она вызывает какие чувства ревности зависимости желание контролировать вот это вот такое вот знаете вот это вот сильное такое чувство страсть от человека он становится рабом этой страсти он не может ничего сделать в своей жизни пошевелиться не может и его постоянно вот это из него сосется вот эта кровь иногда я даже на лекциях такое испытываю после лекции иногда ко мне какая-нибудь женщина подходит такая берет меня за руку говорит Олегина я до вас дотронулась я такой я сижу я чувствую что это не ко мне вообще ну что то это ну Богу принадлежит я тут ни при чем вообще и я ничего не могу ни сказать ни сделать я как парализованный в это время но мне очень тяжело потому что на меня вешают то что мне не принадлежит попытаться понять что я не источник информации я могу просто выполнять свой долг и все точно так же когда мужчина женщина считает воплощением энергии любви и он ей предается полностью всеми мозгами она неизбежно его бросит потому что ни один человек это выдержать не может ни один человек да или или она своей силой духовной может поменять судьбу этого человека как не бросить такого человека да нужно просто выполнять перед ним свой долг терпеть вот это вот все чувство что он тебя мучает в отношениях своей любовью просто перетерпеть и тогда ты сдаешь экзамен не бросаешь и семья сохраняется не факт что если человек бросил в первом браке обязательно его бросят во втором это не факт просто будет к этому сильная предпосылка но если люди справляются они остаются вместе потому что второй брак тоже Богом дан просто там экзамены сложнее в следующих отношениях сложнее в следующих еще сложнее потом еще сложнее понимаете скажите пожалуйста обязательно отношения на влюбленности должны дальше развиваться или нет это такой уже серьезный вопрос поймите влюбленность это начало отношений всегда а если нет влюбленности но если уже нету не было никогда нормально почему это тоже нормально я сейчас вам объясню смотрите есть есть разные варианты но если люди живут без влюбленности это благословенные люди потому что влюбленность притягивает тех кому очень потом бразильский телесериал вместе отрабатывать нужна сильная влюбленность будет сильный бразильский телесериал но веды описывают такие виды отношений в которых даже вообще люди могут сами не сходиться их родителей сводят и они веря своим родителям вместе потом начинают жить вот такие вот отношения они приносят счастье и у них как завязывать отношения они чувствуют возвышенность друг друга чувствуют что у он человек хороший и просто сначала привыкают друг другу смотрите где действует карма gue всегда сначала сладкий вкус а потом горький Когда человек с позиции Знания поступает, сначала горький вкус, а потом сладкий. Им сначала тяжело, они привыкают, а потом они дружно живут. Почему дружно? Потому что они сошлись на духовной платформе, а не на платформе низших центров. Когда через низшие центры сходятся, то это такая вот Любовь. Вот такая Любовь, вот такая беда, И когда тебя нет, ты со мной, ты со мною всегда. Понимаете? То есть страсть, сила такая, страсти. Вот это означает, что карма действует через людей. А Знание, оно имеет такую природу. Люди общаются друг с другом, учатся понимать друг друга, учатся быть вместе, и потом у них появляется также влюблённость, как награда. Они начинают счастье друг с другом испытывать потом тоже. Но это не для нашего общества. Такие браки возможны только в серьёзной культуре религиозной, где уже люди верят в законы, они уже заранее знают, что это существует. И поэтому они верят родителям, которые тоже по факту ведут себя очень возвышенно. То есть родители не просто там, вот за этого пойдёшь, или за это, или брак по расчёту. Нет, они очень глубоко сердцем прочувствуют, кто с кем сможет жить. Потому что родители лучше могут почувствовать. Потому что дети повторяют их судьбу. А если дети не слушают родителей, тогда получится вот как в этой песне. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, Повстречалась с Колюшкой на своё я, Колюшка. Ах, мамочка, зачем? Спасибо. Всё, поняла. Ладно, давайте двигаться дальше. Я думаю, что мы немножко так поразобрались в этом вопросе. Да? Если человек один раз почувствовал совершенную радость, то он потом всегда с вами не будет пройти, или у вас будет здесь? Вопрос такой. Если человек один раз почувствовал совершенную радость, он всегда к ней путь будет, найдёт? Или он может потерять? Он не потеряет, но он может забыть. Понимаете, радость совершенная, она в сердце оставляет вечный след. Человек, который ближе к Богу стал, он не может назад уже ничего потерять. Это никогда не забывается. Но есть одна проблема. У человека есть выбор, вспоминать это усилием воли или не вспоминать. Допустим, когда я встретил своего духовного учителя, у меня возникло определённое чувство, вечное чувство, вечных отношений с ним. Это невозможно описать. Но в обычной жизни не то, что я только о нём вспомню, раз, оно сразу возникает. Нет. Это был подарок. И потом я очень много молился, чтобы опять вернуть это чувство назад. Понимаете, система какая? Что радость совершенная может прийти в жизни, но чтобы ты её ещё раз испытал, надо для этого к этому стремиться, прилагать усилия. Но она там уже живёт, ты её знаешь. Но надо прилагать усилия, чтобы она вышла наружу опять. Люди неопытные не делают этого. Они думают, о, классно, и забыли. Но надо торопиться над этим, надо вспоминать. Вот это мышление, что такое вот это позитивное мышление? Человек помнит, 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 он вспоминает. Вспоминает раз — вспомнил. Победил судьбу, значит. Ты теперь сильнее судьбы. Потому что когда человек помнит чистоту человеческую, просто сейчас помнит, судьба не может действовать в это время вообще. Поэтому цель молитвы — просто вспомнить чистоту человеческую. Чистота человеческая идёт от Бога. Потому что Бога не вспомнишь, ты не знаешь, что он такой. Надо думать о святых людях, о возвышенных людях. Вспомнил чистоту — значит, ты уже с Богом ближе. Да? Да? В чём его миссия? В чём его миссия? То есть вы отклими мне Бога сейчас хотели, чтобы я ответил? Я не могу ответить, в чём его миссия, потому что я не близок с ним. Это нужны особые люди, близкие к Богу. Очень возвышенные. Я знаю только из Священных Писаний, что Бог имеет очень глубокие отношения с нами, со всеми. Он очень в состоянии глубокой любви находится. Я не могу вам это сейчас передать. Имейте в виду, что вы сейчас слушаете теорию. Он не хотел бы доверять нам в том состоянии, в котором мы находимся сейчас. Он не хотел бы близкие отношения с нами бессовестными строить. Поэтому он нам себя и не открывает сейчас. Это то, что я реализовал в своей жизни. Он открывает себя чуть-чуть, когда мы чуть-чуть достойны. Больше достойны — больше откроют. Но он всегда нас ведёт по жизни, всегда рядом находится. Пример простой. Вот в этом теле всё, что происходит, — это не наше. Кто? Да, он всю эту кашу, блин, говорит. Представляете? Вот в этом теле всё не наше. Вот в чём заключается наше бессознательное? Нам проще считать, что всё автоматически там происходит в теле. Вот представьте, миллиарды клеток, каждая из которых совершенно, просто совершенна. Столько там, любой завод просто отдыхает по сравнению с структурой клетки. Но в трёхмерном пространстве там происходят такие вещи, которые нам бы и не снились даже. И все эти клетки синхронно управляются кем? Мной. Я только заглатываю пищу, заглатываю внутрь. Потом в какой-то момент, оп, я знаю, что сейчас лекция остановится на время, потому что иначе будет вонять. Я просто получил это знание изнутри. Опять не моё знание, кто-то дал мне это знание. Потому что если бы, бывают люди, которым по судьбе не положено знать, поэтому они, оп, уже воняет. Это называется болезнью. Недержание. Это болезнь. Откуда она возникает с плохой судьбой? А вообще положено, чтобы знать. Видите, там всё происходит само собой. Женщина как рожает? Её спрашивают, ты как рожала? Не знаю, как-то нормально. Она сама рожала? Нет. Кто-то за неё рожал. Она сама вынашивает? Нет. Что, она синтезирует там ребёнка внутри себя? Нет, он там сам синтезируется. Я хожу, у меня чувство, что всё нормально синтезируется. Это божественные вещи всё. Пытается понять, что это не просто всё так синтезируется. Там есть сила, которая это всё делает. И нам, так как мы тупые, в ледниковом периоде был такой, в мультике был такой эпизод, слониха этих барсучков своих братьев спрашивает, «Ну зачем вы подвергаетесь такому риску постоянно, постоянно свою жизнь опасности подвергаете? Зачем вы полезли на этот обрыв, что он там обваливался в это время?» И они такие встали, такие смотрят на неё, такие плачут за её любви, такие. Говорят, понимаешь, просто мы тупые. Так очень смиренно ей сказали правду. И вот это в этом причина, почему мы не понимаем, что там всё само происходит. Мы говорим, автоматически всё там происходит. Автоматически. Почему вот нам это трудно понять, что не бывает ничего автоматического? Если машину пустить саму, она в столб врежется автоматически. Видите, он постоянно заботится, Господь, о нас, даже просто тем, что поддерживает всю нашу жизнь внутри. Но мы не знаем этого. Мы не понимаем, зачем. Так надо, должен о нас заботиться. Это Любовь. Любовь — это вещь, которую проявляет этот мир по отношению к нам. Но в какой степени? В той, к которой нам положено. Иногда рука ведь отсохла, паралич. Да? И мы не можем ей двигать. Это значит, что не положено. Это значит, что ты уже сделал что-то такое, за что ты наказан будешь. Некоторые вещи Бог не переносит. Он не может уже с этим мириться. Есть вещи, которые Бог не переносит. Поэтому Он создал законы в этом мире, которые не дают нам возможности получить то, чего хочется из-за того, что мы наказаны. Давайте будем двигаться дальше. Хорошо. Последний вопрос. Я даже не могу сдержаться. Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность. Действительно, вот, нижайшие благодарности. Вы только говорите, что это все душа через Вас. Но когда-то 15-м назад, может, 10, может, меньше, наши лекции, где кассеты такие еще, задолеты слушал. Вот, и по тому пути, по которому Вы намекали или говорили, что нужно идти, вот пошел. Вот сейчас вот это состояние, я понимаю, это несовершенненно еще раз, но то состояние уже, что Вы говорите, что душа, свет душа говорит, что правильно дорогу идешь, правильно. Я искренне Вам благодарен. Вы тот, верный, представитель свет души, который, на правильном, благодарен от всей души Вас. Вот второй представитель свет души. Это молодой человек, он пришел ко мне учиться, и я хотел из него врача сделать, а он вот, оказывается, такой удивительный человек, который может давать людям знания. Молодой парень, но очень талантливый. Евгений Коинов, он привет к Вам. Я воспользовался Вашей рекламы. Семинар такой «Сильнее смерти» 16 августа и 17-18 молитва как пробуждение. городской дом творчества, улица Тимирницкая, 45. Вот. Ну вот. Пожалуйста. Давайте закончим. Я удивляюсь, вы так красиво поете. Может, еще попеть, или же больше поете. Порядка. Аплодисменты. Спасибо Вам большое. Вы не верьте этому человеку. Он все неправду про меня сказал. Я хочу, как бы, с этой стороны. Я надеюсь, что как-то я помог. Это здорово. я не чувствую, я не чувствую, что вот так вот можно меня хвалить. давайте двигаться вперед. У Льва Толстого были друзья, люди, которые близки по духу им, были соратники какие-то, и он тоже их высказывания ставил вот как, ну, в данном случае, смотрите, Святой Франциск выступал, да, как носитель истины. Но сейчас мы увидим просто человека, который жил, современник Льва Толстого, и он тоже взял и его в эти высказывания на каждый день поставил возвышенные. Это Джон Резкин. Одно мы знаем или можем знать, если захотим, а именно, что сердце и совесть человека божественны. Видите, кто-то знает, а кто-то узнает, если захочет знать. Проблема заключается, в том, что многие даже и не хотят. Мы же вот живём, живём, как живём, и какая разница там божественна или не божественна. Видите, курица тоже бегает, и она просто клюёт, клюёт травку, ей неинтересно, зачем она это делает. Понимаете, о чём я говорю? Люди часто-то тоже просто работают, живут, а они не понимают, зачем. Потом, когда смерть приходит, то перед смертью придётся понять, что прожил зря в жизни. Понимаете, о чём я говорю, да? Что жизнь не в том заключается, чтобы работать, бегать, рожать, квартиру себе копить. Не для этого жизнь нужна. Всё это является просто поддержанием жизни. Это необходимо для того, чтобы не умереть. для того, чтобы установить отношения с теми, кто находится рядом. И это непросто. Эти отношения приведут нам к возвышенных вещам. Понимаете, человек может где-то говорить о возвышенных вещах, потом приходить домой и варежку на близких раскрывать. это не вера. Вера означает, что ты видишь, что через близких людей Бог действует в твоей жизни. И ты пытаешься служить, заботиться обо всех. То есть верующий настоящий человек, он Бога в жизни видит, а не где-то там во время беседы. Понимаете, это очень важно понять. что если хочешь знать, то можешь понять, что совесть, которая говорит правильно ты поступаешь или нет, это божественная вещь. А сердце в данном случае говорится о нас. Смотрите, здесь говорится о двух вещах. Сердце или я и совесть. Пытайтесь понять, что это разные вещи. Совесть это не я. Совесть это тот, кто рядом со мной стоит. Тот, кто смотрит на мою судьбу. А сердце это я. Что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Ну, то есть не имеется в виду, что он как Бог. Но в Священном Писании говорят, что человек это искорка Бога и в этом плане он божественную природу имеет. В чем божественность его проявляется? В том, что он чувствует зло, чувствует добро в своей жизни. Он неинертное существо, он реагирует на эти вещи, на все. Это значит, что он божественный. Что его радость в любви, в любви он радуется, в гневе он страдает. Он негодует при виде несправедливости. Он может проявить в самопожертвовании славу. Если человек пожертвовал, он славным становится. и вечным становится, чувствует вечность свою, когда он жертвует своим ради возвышенных вещей. И это является неиспоримым доказательством нашего единства с Господом. Какой вывод? Дальше Джон Рейскин делает вывод. Удивительный вывод. И в этом о нефтелесных преимуществах и радостях и не в большом разнообразии инстинктов он сам является властелином над своей судьбой. Поскольку он отрицает и нарушает веление сердца своего или совести, постольку он и бесчестит своего Отца Небесного, а не светит его имя на земле, поскольку же он следует правилам возвышенной жизни, постольку он светит его имя и получает от полноты его власти. Смотрите, здесь противопоставление одно сделано, что есть большое разнообразие наслаждений в этом мире и в каждом этом разнообразии есть выбор или я делаю правильно или я делаю как хочется. Приведу пример. Допустим, мать ведет своего ребенка по улице, она знает, что если он сейчас съест мороженку, он заболеет. И ребенок кричит, видит мороженку, хочу мороженку! Какой поступок она должна совершить? Если она не дает мороженку и злится, она злится и говорит, не будет тебе мороженки, это правильный поступок? Нет. Если она ему разрешает мороженку, это правильный поступок? Нет. что она должна сделать? Она должна простить ему его слабость детскую и сказать, сыночек, с любовью, сыночек, тебе нельзя мороженку, потому что ты заболеешь. И за ручку его покрепче и пошли вперед. Вот, чтобы этот поступок сделать, для этого надо перебороть женщине свое естественное желание наслаждаться своим ребенком. Потому что как женщина наслаждается своим ребенком? Он наслаждается тем, что он не плачет, у него хорошее настроение, можно поцеловать его в попу, все счастливы. Так женщина наслаждается своим ребенком. Когда ребенок плачет, это приносит счастье или нет? Смотрите, в чем заключается любовь, и в чем радость возникает совершенная. она своему ребенку говорит ради его будущего. Она говорит ради его жизни. Нет, сынок, нельзя, пойдем дальше. Берет его за ручку и ведет. Что она в это время делает? Она его чувства контролирует и делает его разумным. У него два варианта. Или орать, и в это время она продолжает любить и ведет его. Или второй вариант принять от матери ее любовь. И то и другое больно. Видите, всегда в нашей жизни боль. Какую альтернативу? Хорошо, нормально. Можно так, да. Можно так, да. Можно так, но все равно он будет орать и говорить я хочу мороженое. Любовь может проявляться по-разному. Или пойдем дальше, или куплю банан. Все это хорошо. Есть разные способы успокоить ребенка, но не факт, что он это примет, потому что ему хочется мороженку. Понимаете, это значит, что нам надо проявить любовь и простить ему это. Вот это проявление любви означает то, что приносит радость. А если мы ее не проявляем, это приводит к тому, что ребенок вырастает глупым и несчастным жизнью. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Говорю, что всегда есть выбор у человека или мы наслаждаемся жизнью, или поступаем как надо. Есть высшее наслаждение, человек все равно к счастью стремится, есть высшее наслаждение, есть низшее наслаждение. Допустим, в зале много девушек. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Много хороших девушек в зале, красивых девушек, великолепно красивых девушек, очень много. И у меня есть два варианта, как на них смотреть или наслаждаться ими, и тогда они будут просто играть со мной свою женскую игру или передавать им знания. Видите разницу? Или я наслаждаюсь, или даю знания. Но у меня есть выбор. Если я даю знания, значит я не должен обращать внимание на их да. Но такие люди не являются наставниками, это просто обманщики и все. Потому что женщина не может совмещать. Она или слушает знания, или играет в свои женские игры. Одно из двух. Я как пора заканчивать все, да? Вечное время пришло. Сказала, пора заканчивать. Нормально? Мы беседуем нормально? В этом ключе продолжаем, да? Значит сейчас у нас будет тренинг с вами. Я всегда заканчиваю. Кончилось? Да, кончился звук. Я всегда заканчиваю лекции тренингами вот такими. очень важно, потому что извиняюсь, что я задержался чуть перед организаторами особенно. Мне простят, да, если 10 минут еще будет лекция. Это очень важно. Мы о чем говорили, мы сейчас должны почувствовать это. Сейчас мы должны все сесть прямо. смотрите, молитва может быть не обязательно внутри какой-то веры находиться. В ведической культуре есть такой тип молитв, который называется шанти-мантры. Для чего читали шанти-шанти означает мир. Когда люди разных верных собирались, то произносились такие молитвы, которые всем одинаковы. Эти молитвы не внутри какой-то веры произносились. Например, такая шанти-мантра произносилась, когда люди разных духовных традиций собирались. Сорвей баванту суки нага Сорвей шанту нера моя Сорвей бадрани паш чанту нагаш чиду кабах бавет Как переводится? Первая строчка Я желаю всем счастья. Сорвей баванту суки нага Я желаю всем счастья. Сорвей шанту нера моя Пускай все обретут мир и покой в этой жизни. Сорвей бадрани паш янту Пускай никто не будет страдать. Вернее, пускай все обретут возможность благоприятной жизни, удачи. Накаш чиду кабах бавет Пускай никто не страдает. Понимаете, о чем я говорю? Мы будем повторять по-русски первую строчку Я желаю всем счастья. Это нужно для того, чтобы мы научились не ругаться, а делать что-то важное в жизни. Беды говорят, что если человек ругается, спорит, плохо думает, он разрушает свою жизнь. Поэтому, если человек просто произносит вот такие настрои Я желаю всем счастья, он воскрешает свою жизнь таким образом. Для того, чтобы эти настрои были качественными, для этого нужно вспомнить святого человека в своей вере. Если у вас нет своей веры, просто вспомните любого человека, который вы считает святым. Пускай это будет Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Мать Тереза и так далее, Ахатма Ганди. Кого вы чувствуете святым, возвышенным человеком? Вспомните. Мысленно кланьтесь ему и повторяю Я желаю всем счастья. Думайте, что это его сила, а не моя. Это он делает всех счастливым. По его милости я могу кому-то пожелать счастья. А у меня у самого нет счастья. Я нищий в этом плане. Если бы у меня было счастье, я бы сюда на лекцию не пришел. Все было бы хорошо, я бы сам читал лекцию. Ну, то есть я желаю всем счастья означает, что я желаю то, что есть у этого человека. Я проводник его энергии, я хочу тебе служить, я хочу быть проводником твоей силы. Этот опыт, который мы сейчас получим, будет уникальным, потому что, смотри, здесь 500 человек сидит, сейчас все начнут это повторять, и мы почувствуем силу, если захотим. Эта сила будет выражаться в трех этапах. Первый этап, я перестану думать о том, чем мне думается сейчас, и начну реально желать всем счастья. Второй этап, я получу спокойствие в сердце, удовлетворение, и третий этап, я получу знание о том, что мне делать в своей жизни. Неожиданно пришедет решение, понимание, но надо отвлечься от ситуации своей. когда человек отдает другим и забывает про себя, в этот момент Бог может ему помочь. Пока мы помним о себе, Бог нам не помогает, потому что мы сами все помогаем. Но когда мы забыли про себя, начинаем всем отдавать свое счастье, желаем всем счастья, в этот момент приходит знание, что делать, потому что мы отпускаем судьбу, и в этот момент в нее берет Бог в свои руки сразу. понятна система, как работает? Давайте спокойно, думчиво, концентрируясь на святом человеке, повторяем все вместе. Я желаю всем счастья, 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 Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания и всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам всем за то, что вы пришли на эту беседу, терпели меня все три часа. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Спасибо вам за ваши слова. Я все принял от вас. Я понимаю, что я недостойный, но я все принял. Спасибо. Спасибо.